Клиника для бездомных поделится опытом с другими регионами. Центр – другая медицина. Уже пять лет помогает людям без места жительства и тем, кто попал в трудную ситуацию. Это единственный проект подобного масштаба в стране. Сегодня клинику посетил губернатор области. Каких результатов удалось достичь центру – все подробности расскажем далее. Мы заранее человека видим далеко не так, что вот сейчас мы оказали помощь, иди куда хочешь, мы заранее, чтобы лечь здесь мы увидели, желательно, может быть, уже здоровым, он снял квартиру. Евгения Косовских все знают как доктора Женю. Еще в 17-м году он решил, что хочет помогать бездомным. В инициативе врача бродяги вначале отнеслись с недоверием, но потом они сами начали обращаться за помощью. А волонтерская инициатива выросла масштабный проект. В моем дворе жили двое бездомных, которым пришлось оказать медицинскую помощь. Потом, плюс у меня была практика в больнице, я увидел, что с бездомными не справляются, и бездомные-то другие люди, они не готовы ходить в больнице, и вообще не знают, что они нуждаются в помощи, в принципе. И тогда я понял, что нужно заниматься профилактикой, к ним выезжать и прямо на месте оказывать какую-то, в том числе, медицинскую помощь. Постоянных сотрудников здесь шесть человек. В основном это студенты-медики, а другие специалисты приходят сюда после основной работы. В центре оказывают палеоативную помощь, есть и зубной кабинет, а в будущем будут лечить диабетиков. Никита – один из первых волонтеров, который пришел в проект. Теперь помогает врачам в организации работы. Люди пишут нам, например, в социальных сетях, звонят и говорят, что тут бездомные, там проблемы, тут нужно помочь. Вот я примерно собираю эти вызовы, составляю карту, маршрут, куда мы едем, сажаю врачей, еду, им все показываю, говорю, вот здесь так, здесь так, здесь так. Ну, бывает и без врачей, бывает и одному приходится выезжать. Сейчас медцентр работает в здании, которое передали сотрудникам на правах безвозмездной аренды. Отремонтировали и оборудовали кабинеты за счет неравнодушных граждан и городских властей. Это один из примеров такого проекта, за который я лично испытываю гордость за весь регион. Но самое главное, конечно, это те люди, которые все это делают по такой душевной инициативе. Это, конечно, очень здорово. Челябинскую клинику, кстати, отметили международные премии. Финансовая поддержка проекта оказывается федеральными и региональными грантами. Сегодня губернатору области Алексей Текслер дал старт новому конкурсу по приему заявок для некоммерческих организаций на грант губернатора. За счет финансирования уже удалось помочь реализации многих проектов. Мы будем продолжать работать и над совершенствованием федерального законодательства, которое позволяло бы на системной основе финансировать такого рода проекты. Но, тем не менее, мы будем продолжать финансировать эти проекты, в том числе через гранты на губернатора. Кстати, сегодня мы объявили о сборе новых заявок. Сейчас полнокцентра поделится своим опытом с южными регионами страны. Сотрудники другой медицины собираются отправиться в командировку в ближайшее время. При этом они продолжат заниматься лечением бездомных.